Президент Армении Армен Саркисян поздравил учителей с профессиональным праздником. Мы празднуем его в тяжелые времена, в стрессовой ситуации. Нам нужно не просто объединить наши способности и все сильные стороны, вложить наш опыт и знания, но и учиться учить заново, говорится в послании. Президент Армен Саркисян и его супруга Нунес Саркисян 5 октября посетят Италию с государственным визитом. Сообщается, что за 30-летнюю историю это первый государственный визит президента Армении в Италию. В ходе визита будут обсуждаться вопросы углубления двусторонних отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах, региональных проблем и развития, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Верховный патриарх и католикоз всех армян Гарри Гим II отбывает в Италию. Как сообщает пресс-канцелярия первопрестольного святого Эчмиотина, Гарри Гим II примет участие в организованной общиной Сант-Эджидио конференции «Люди как братья и будущие земли, религия и культуры в диалоге», а также в межцерковной молитве. В рамках визита католикоз всех армян встретится с папой римским Франциском. Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе. Как сообщают азербайджанские СМИ, стороны подписали план двустороннего сотрудничества. Стороны выразили уверенность в том, что расширение сотрудничества в оборонной сфере послужит дальнейшему углублению и развитию отношений между Баку и Тбилиси. 5 октября около 12.30 по местному времени или около 8.30 по Гримвичу зарегистрировано землетрясение в 14 километрах к северо-востоку от села Бавра Ширакской области Армении. Сила толчков в эпицентре составила 4-5 балла. Землетрясение ощущалось на территории Армении в селах Зуйках-Пюр, Ашотск и Бавра Ширакской области, в городах Ташир, Алаверды и общине Туманян Лурыйской области силой в три балла. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья. Как пишет Грузия онлайн, об этом 4 октября заявил его адвокат Ника Гварамия. «Я вернулся, чтобы помочь нашему народу в деле восстановления свободы и демократии. Я очень люблю жизнь, но голодовка в любом случае продлится до конца моей жизни. Своим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть», — сказал Саакашвили. Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял посла России в Армении Сергея Копыркина. Как сообщает пресс-служба МИМФИНА, стороны обсудили перспективы развития армяно-российских отношений, а также коснулись вопросов развития в сферах экономики, энергетики, инфраструктуры, новых технологий и предпринимательства. Копыркин выразил готовность российской стороны к сотрудничеству во всех сферах. Собеседники также обсудили работу Южно-Кавказской железной дороги. Иранская делегация обсуждает веревание участия Исламской республики в строительстве транзитной дороги на территории Армении в качестве альтернативы участку Горескопан на юге Республики Армения. Делегацию возглавляет заместитель министра дорог, гендиректор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хейроллах-Хадеми. Отдельные участки дороги Горескопан перешли под контроль Азербайджана после войны 2020 года в Карабахе. В сентябре Баку начал требовать деньги за проезд иранских грузовиков под дороги. Литва передала Армении около 50 тысяч доз вакцины Модерна. Церемония передачи вакцины составилась 4 октября в аэропорту Вильнюса, когда делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном возвращалась в Армению. Литва предоставила гуманитарную помощь в ответ на запрос Армении на основе двустороннего соглашения с ЕС по механизму обмена вакцинами. Председатель антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрям встретился с послом США Лим Трейси. Посол отметил, что борьба с коррупцией – область, в которой сотрудничество между Арменией и США является тесным и постоянным, и Соединенные Штаты готовы работать с недавно созданной структурой для углубления этого сотрудничества. В ходе встречи стороны отметили важность расширения сотрудничества и повышения эффективности в рамках борьбы с коррупцией.